Я принимаю свое тело, я принимаю все испытания, которые мне выпали. Каждый мой шрам – это результат моего выбора, действия или бездействия. Это слова из блога Натальи. Себя она называет просто онковыздоравливающая. О ее пути узнаем из первых уст. Я обнаружила уплотнение в груди. Это было случайно во время принятия души. Я очень надеялась, что как-то оно само собой пройдет, куда-то денется. Поэтому две недели я ходила, выжидая. Но прошло время, и я поняла, что никуда оно не пропадет. Нужно идти к врачу. Во вторник сделали УЗИ, в четверг – пункцию. И через неделю мне сказали о моем диагнозе. Было очень страшно. Я переживала. Но рядом со мной был мой муж. Я думала, что 30 лет – это не тот возраст, в котором может такая болезнь возникнуть. Вместе с Натальей заволновались и ее сестры. Онкология была у бабушки. Но до болезни Натальи никто и не думал о возможной наследственности. Тест на генную мутацию ждали всей семьей, но он не подтвердился. А значит, не генетика запустила рост раковых клеток. С диагнозом Наталья живет уже второй год. Активное лечение у меня заняло 9 месяцев, как беременность. Я за это время прошла 9 сеансов химиотерапии, 2 операции и 21 сеанс облучения. Что эмоционально далось сложнее вам? Эмоционально, ну, наверное, потеря волос. Это очень было ярко. Ну, ожидаемо, конечно, потому что на первой же химиотерапии мне сказали, что химиотерапия сильная. Приготовьтесь, не тешьте себя надеждами, что волосы останутся, их не будет. И через 2 недели я пришла с машинкой к мужу и попросила побрить меня. На вопрос, откуда столько позитива и жизнелюбия, неужели все страхи и риски остались позади, Наталья отвечает. Риски есть, но уже не страшно. Вокруг столько людей, которые окружают теплом, добром и заботой. И это тоже кусочек лечения. Страшна неопределенность. То есть, когда ты не знаешь, и у тебя миллион мыслей в голове. Когда ты уже знаешь, ты быстрее принимаешь вот эту болезнь. Когда тебе говорят, что есть такой план лечения, то есть ты знаешь по шагам, что будет дальше. И поэтому уже не страшно. Ты идешь по этому пути и ждешь хороший результат. Это не приговор. Много людей, которые проходят через это испытание. В жизни я себе также нашла таких людей. То есть, самые обычные, которые среди нас. Которые 10 лет, 20 лет живут нормальной, здоровой жизнью. И я себе сказала, что я также буду таким же примером для других людей. У меня есть девочка, которая стала для меня тоже примером из Харькова. У которой трижды негативный рак. Это самая тяжелая форма. Которые удалили обе груди. Удалили матку. Удалили яичники. Сейчас Наталья ведет открытый блог, где рассказывает про свой путь онковыздоравливающей. Так она сама себя называет. Этот онлайн-дневник уже помог ни одной женщине, говорит Наталья. Кто-то впервые решил обследоваться. А кому-то откровения Натальи помогли принять себя. Свою новую внешность. Новое тело. У каждого в жизни есть свои препятствия. Это мои преграды на пути, на жизненном пути. И если я хочу жить долго, если я хочу жить счастливой жизнью, я должна принимать себя такой, какая я есть. После операции, когда я себя увидела в зеркале, эти все шрамы, я себе сказала, что несмотря на то, что вот так вот пришлось потерять грудь, несмотря на это, я не перестаю быть нежной со своими детьми. Я не перестаю быть любимой моим мужем. Женственность, она внутри. Пообщавшись с Натальей, я тоже решила не медлить и сходить на консультацию к терапевту. Чувствую я себя хорошо, но наследственность тоже имеется. Женская онкология по материнской линии. В моем роду у бабушки была онкология. И я переживаю, не знаю вообще, что нужно делать, чтобы обезопасить себя. Может, какие-то анализы сдать, может, как-то сама осмотры проводить. Что вы можете посоветовать? Онкология в какой сфере была у бабушки? Рак груди. Бабушка ваша по материнской линии, да? По материнской, да. По материнской линии. Ну, прежде всего, вы человек у нас молодой. Поэтому должна быть просто онконостороженность с вашей стороны. Ну, естественно, и с нашей стороны. Мы вас, естественно, осмотрим. Сдадим элементарно первичные анализы, общий анализ крови, мочи, сахар. Далее осмотр молочных желез и обучение. Как проводить осмотр дома самостоятельно? Делите грудь на 4 квадранта, да? Это будет у нас наружная часть, да? А это внутренняя, да? И вы начинаете пальпировать ручкой. С наружней? Да, по часовой стрелочке аккуратненько. Круговыми движениями? Можно круговыми, можно поглаживающими, можно движениями. Главное, щупать. Да, да, прощупали. Делать это нужно с 6 по 12 день менструального цикла. Если завести руку назад, удастся осмотреть все отдаленные участки груди, а затем перейти к пальпации лимфоузлов. Пока мы их не чувствуем, но если бы они... Они есть, да. Но если вы их начинаете чувствовать, и они тем более болезненны, нужно, конечно, бежать в врачу. Горошинки и уплотнения в груди могут говорить об уже начавшейся онкологии. Есть и другие симптомы, на которые женщины часто не обращают внимания. Уменьшение или увеличение молочной железы одной. Какая-то мацерация кожи в области молочной железы. Мацерация это покраснение, какой-то вот шершавость какая-то, которой раньше не было, и вдруг она появилась, да. Какие-то пятнышки, изменение цвета, да, кожных покровов именно молочной железы. Потом отечность ореола самого, да, вот здесь вот отечность ореола. То есть он при пухлости? Да, да, при пухлости. Или втянутость, наоборот, ореола. И если есть какие-то выделения, то не просто идем и думаем, что нам нужно прийти к доктору, а просто бежим уже к доктору. Если вы давно не были на осмотре у гинеколога, терапевт обязательно направит. Профилактический осмотр, анализ на цитологию и скрытые вирусы – все это за благовременный вклад в свое здоровое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова